5 мая православный мир встретил Пасху Христову, которую мы называем праздник праздников и торжество торжеств. Это день победы над смертью. Крестный ход – одна из визитных карточек пасхального богослужения. Оно начинается с этого торжественного шествия вокруг храма, под праздничный звон колоколов и зажженными свечами в руках. Так было и в храмах Воскресенского прихода. На праздничное богослужение собралось большое количество прихожан. Во время крестного хода верующие совершают шествие с иконами, хоругвями и другими святынями. Крестный ход совершается ради прославления Бога и спрашивания у Него милости и благодатной поддержки. Верующие просят сподобить их славить воскресшего Христа так же, как радуются и ликуют ангелы на небе. Субтитры создавал DimaTorzok Пасха – главный христианский праздник. Воскресение Иисуса Христа после Его распятия на кресте. Пасху предваряют Великий пост и Страстная Седмица, которые готовят верующих к встрече воскресшего Спасителя. Крестные ходы проводятся в особые праздники и важные события церковной жизни. Еще за два дня до торжественного пасхального крестного хода верующие шли вслед за плащеницей, символизирующей Иисуса во гробе, под скорбные удары колокола. Люди в храмах поклонялись умершему Христу, претерпевшему смертельные муки на кресте, молились и плакали. После Страстной Пятницы, самого скорбного дня в году, настал День Тишины, Великая Суббота. Все стихло. Спаситель еще во гробе, но в воздухе уже витает приближение Его воскресения. Верующие готовятся к Пасхе. Освещают пасхальные угощения, яйца, куличи, Пасхи. В сам праздник крестный ход обходит с песнопениями храм, подходит к его закрытым дверям, поет тропарь и восклицает. Христос воскресе! На истину воскресе! Затем двери открываются, все заходят внутрь и начинается праздничная служба. Прообраз этого крестного хода – шествие Жон Мироносец, которые спешили к гробу Спасителя. После Пасхи идет следующая неделя, называемая Светлой Седницей. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»